Сегодня 19 декабря. У нас похолодало. Я вот даже это повязочку пододела, которую купила заранее в славном городе Кемерово в чудесном магазине FixPrice. И теперь немного утеплилось. И дождик идет. Ну, умыл Анталью нашу. Теперь все чистое и блестящее. Мы вышли погулять в парк. Перед ужином время 5 часов вечера. Вначале не было дождя, а сейчас пошел. И как-то нам унывненько. Ну, походим немножко. На улице 9 градусов. Ну, как-то зябко. Окрестности нашего парка. И вот дерево хотела показать. Вот с такими сиреневыми цветочками. Видно? А еще висят. Вот там наверху какие-то плоды. Или вот даже не знаю, что это. Вот, видите? Где же, где же? Вот они, вот они, вот они. Вот, достаточно крупные. Вот, вот, хорошо видно сейчас. Хотелось бы знать, что это такое. Пока ответа никто мне не дал. Вон висят. Дорожка достаточно симпатичная. Выложена камнями. Ну, и заросшая травой. Летом подстригается. Газоны вообще всегда. И газоны, и кусты. Все везде стрижется и ухаживается. Просто потом это зазеленеет. Хотя зелени и так предостаточно даже в декабре. В парке есть вот такая крытая площадка. Под крышей, с сеткой. Ну, и тут мужчины каждый день практически играют в футбол. Турки вообще очень любят спорт. Как смотреть? Прямо за эти матчи. Они так переживают. У них есть две команды, которые постоянно между собой соперничают. Балатасарай и Фенербахчи. И вот они играют, и все любители спорта за это болеют, смотрят, переживают, собираются компаниями. Потом еще по городу ездят, это все отмечают, гудят, свистят, когда победит именно их команда. Дорога вокруг парка посыпана, ну, какой-то крошкой. Не знаю, чем. Ну, в общем, местные спортсмены тоже по ней любят бегать, быстро ходить. Ну, как-то пытаются вести активный образ жизни. Стоят тренажеры. Люди вечером выходят и на них делают различные упражнения. Ну, а тут футболисты настроены, конечно, решительно. Вот эта большая площадь предназначена вообще для того, чтобы машины парковать, когда базар. Вот он, наш базар. Да, вчера был в субботу. А когда базар заканчивается, в другие дни местные жители используют как, вот как это называется, ну, в общем, своих детей учат водить машины. Вот там впереди как раз это происходит. Достаточно молодые мальчики, девочки тут с папами там или с кем рулят каждый вечер вот на этом месте. И паркуют машины, и просто учатся ею пользоваться. А розочки цветут, и им вообще погода в радость. Ой, и рядом маленькое мандариновое дерево, видать. В нем, я не знаю, 30 сантиметров только просто. Вы видите, что оно намного меньше розового куста. Чудеса! Апельсины еще висят свежие, а уже вот зацветают апельсинки. Апельсинки новые, которые будут готовы к следующему году. Ну, как я уже повторюсь, что, к сожалению, деревья не привитые, эти апельсины кислые. В мебельном магазине стоит торшер вот такой. Видать, дизайнерский. Из бревнышек. На мой взгляд, грубовато смотрятся, ошибка, уж они толстые. Проходим мимо такого ухоженного парка, недалеко от нашего дома. Называется Османский чай, бичи. Вот пляжный, что-то тут чайная церемония, в общем. Турки тоже очень любят чай. Из своих стаканчиков гоняют его по 18 штук. Ну, там беседочки разные. Можно внутри сидеть или на улице. Ну и вот попивать чаечек. Пасмуртный, дождливый вечерочек. Впереди магазинчик. Баба Куре Амиш. Переводится как... Ну, баба это папа, а вот Куре Амиш это... Сухофрукты. Сушеные вот изюм, урюк, орехи. Вот это вот все. Специальный магазинчик такой. Машина стоит. Вот такая красная. Кофе зерновое покупать можно там же. И абсолютно бесплатно его сразу перемелят, расфасуют по пакетикам, сделают вакуум и долго так хранится. Мы так раньше привозили себе такой кофе. В зернах купим, тут же нам его перемешают и привозим. Вот чай какой шикардосный. Зашла я, чтобы показать поближе. Тутовник. Это белый. Очень вкусный, сладкий. Ну, в сухом виде здесь. А кто знает, как вот это называется? Я, честно, забыла. Но вот они такие сухие. И бывает пленочку снимать и кушать. У нас дома есть. Мне интересно, неплохо. Ну, там как какая-то пыль, как мох какой-то. Мой муж, в общем, не очень любит. А мне нравится. Различные конфетки. Они, конечно, красивые, но... Ай, сахар, да сахар. Как-то не особо они меня привлекают. А вот это вот сладость такая. Пешманье. Кто-то называет ее волосатой сладостью. Похоже на... Сахарную вату наношу. Вот бывает кофейная, там, с фисташками. Ой, черт, шхел. Красавица. Блестяще. Красиво. Ну, а тут разные вот сухофрукты. И кокос, и... Честно, не знаю, что это такое. Манго по всей длинности. Киви, ананас. Ой, это хурма сушеная. Ну, какие-то макарошки разноцветные. Ну, и травки-муравки. Корешочки. Сушеный имбирь, по-моему. Специи. А вот это вот так выглядит суп тархана традиционный. Это смесь сушеных всяких овощей. Ну, дочь рассказывала и готовила. Меня не впечатляет. Она сказала, что тут наполнение как в виде борща что-то. Ну, на мой взгляд, нет. До борща он не дотягивает. В общем, не приживается у меня. На моих вкусовых сосочках он не приживается. Вот так. Зашли в магазин. Прикупаем сахар. За 5 килограмм 32,90. На сколько умножаем? На 5? На 5, муж говорит. Ну, или раскачет, то 5, то 6. Хотела показать турецкий кофе, который самый вкусный, обычный, традиционный, который местные берут. За 100 грамм 13,90. Мехмед Эфенди. Я в маске, поэтому так, может быть, как-то в трубе разговариваю. А вы знали, что у оливок есть размер? И от этого зависит цена. Вот Элька. Вот эти 4ХЛ. И они достаточно крупные. Вот, что тут. ХС. 2ХС. Миленькие. А тут черные. МЛ размер. Вот так. Размер имеет значение. Что-то там не говорили. Выбор детского питания очень скромный. Вот только фруктовые бывают, и все. Вот стоят. Одного вида. Я думала, двух. Одного вида. 3,75 стоит баночка. Ну и вот в коробочках. Дочь говорила, что очень скромный выбор детского питания. Но масло сливочное хочу обратить внимание. 82%. 1 килограмм. 70 лир почти. Умножаем на 5. Ну, или на 6. Там когда как. Это 80%. 500 грамм. 82% жирности. 30 лир. Так, а сколько здесь грамм? 350. Посудка. В сетевом магазинчике. Нравятся мне вот такие стаканчики. Хоть чаечек, хоть кофеечек. С ручкой удобно. Конечно, вот это традиционные турецкие. Ну, поэтому они выпивают по 8 стаканов. Но не хочу я без ручки держать вот так вот, пальцы обжигать. А вот эта кружечка очень легкая. Прямо нежненько, легкая даже. Страшно в нее кипяток наливать. Цена-то не сказала. Вот эти стаканчики 3,25. Вот эта, которая легонькая. 11,90. А вот эти 6 штук традиционных 5,90. Набор для нас актуальный. Сразу и малярный скотч. Хорошо. Я сейчас тоже увидела. Господи, как это называется? Валик. И кисточка. Ой, что-то... А, и защитная даже. Это накидушка видит на мебель или что. Ну, все в наборе. Ну, боюсь, что я не разберусь. Так бы, мне интересно, сколько стоят-то, конечно. Но без дочи я, наверное, долго буду тут вычитывать в ценниках. Кремушек оливковый. Ручки мазать 11,90. А этот арка тоже оливковый. Ну, и чего-то какой-то другой. турецкая марка и поэтому подешевле. Ну, вот и прогулялись. Вышли из магазина и на улице уже темно. Спасибо Бинке магазинчику. Купили вафельки вот такие шоколадные 4,50 стоят. Хлебушек ну и сахарок.